Здравствуйте, товарищи зрители! Я рад вас приветствовать в моей рубрике «Ответы на вопросы». Ну и кратко, как всегда, сейчас я озвучу вам темы данных видео. Что значит темы? Это письма, которые мне писали люди под разными моими видео в чате, ну вот, в ютубе. И я почитал их самыми интересными, актуальными. Это проблемы не только связанные там или успехи, наоборот, со здоровьем, но и социальные важные темы, психологические, логические темы. Ну, в общем, будет интересно. А темы такие. Почему прорастает зерно после любого мороза, даже минус 50? И о чем это нам должно говорить? Женщина применила гель от ушиба, зрение улучшилось как? Про полноту информации моих видео. Можно ли бросить резко курить? Чистит ли алкоголь, водка, спирт, неважно. Сосуды, многие так рассуждают, что чистят. И у кого есть предрасположенность к алкоголизму, а у кого? Тема, сколько отмерено, столько и проживем. Поэтому, мол, можно пить и есть, все что угодно, неважно. Вреден ли газобетон? Ну, это такой строительный материал, и можно ли из него строить жилье, не вредно ли это? Потом, такой вопрос и одновременно претензии ко мне, а на озоне генератора водорода для воды в 20 раз дешевле стоит, чем у вас, это как? Учебник логика. Где смотреть мои видео, если их удалит YouTube? И демократическая цензура YouTube по здоровью. Поговорим об этом. Тема такая, травы пить вредно, а чай типа полезно. Вред хлорки в бассейнах для детей, которые часто даже заглатывают воду. Тема, мы с детства живем во лжи. Зритель эту тему развивает. А правда ли, что кофе без кофеина вызывает рак поджелудочной железы? Как можно подсчитать количество сахара в пище? Познер и Ургант прямо раболевствуют перед Америкой. Была ли права Пугачева и что такое гомо Европа? Это очень интересная и очень грубо разбираемая мною тема будет в конце видео, поэтому обязательно досмотрите до конца и это не пропустите. Конец Ксении Собчак. Ее путь от блондинки в шоколаде до кровавой барыни. И не только будут эти темы, но и гораздо больше, шире и глубже. Итак, поехали по порядку. Пишет человек. Зерно лежало пару лет на балконе в Якутске зимой до минус 50. Потом нашел его и все прекрасно проросло. Смололо сделал хлеб из пророщенного зерна. Что это истинно дает нам? А я об этом много раз говорил, что вот, ну и в том числе практика критерий истины, и потом насчет зерна. Некоторые. Сколько хранится зерно? Ну, я, например, могу сказать тысячу лет, и я буду прав. А я могу сказать пять тысяч лет, и я тоже буду прав. Потому что в египетских пирамидах, в амфорах находили разные сорта древние, там, скажем, пшеницы, и она прорастала, ну, часть зерен. Значит, какой вывод при правильном хранении? Срок практически не ограничен относительно жизни даже человека. Уж не говоря про какой-то идиотский год или два. Так что это вот, во-первых. Во-вторых, если что-то прорастает, жизнь сохранена, значит, этот продукт, мы не будем сейчас говорить вообще, вреден тот или иной продукт или полезен, а вот, скажем, если мы расцениваем зерно как продукт, оно портится или нет, и полезен ли продукт, остается ли в нем та изначальная польза, вот как собрали урожай в зерне через год, через два. Да, конечно. Потому что главный критерий прорастает. То есть все необходимые питательные вещества есть. Жизнь, зародыш в стадии, так сказать, вот спячки, скажем, есть, который начинает пробуждаться, и все необходимые процессы жизненные идут. То есть все, мы этот вопрос закрыли. Сразу заодно мы закрыли еще один вопрос. На претензию некоторых умников, которые говорят, и мне прям писал один, я тут его, по-моему, не скопировал, но так, по памяти скажу, что, мол, ерунду я говорю, что заморозка это единственный в природе самый лучший консерватор продуктов, при котором сохраняются все полезные свойства. Ну, естественно, сама жизнь доказывает, что этот человек идиот. Вот почему? Ну, вот почему. Практика критерий истины. Зерно прорастает после минус 50, минус 70. А почему есть гигантские банки-хранилища, скажем, на севере, где постоянный минус, и это рассчитано на долгие там десятилетия, даже столетия, генетический фонд хранить? Как вы думаете? Ну, наверное, кто прав, скажите, я? Вернее, так нет. Природа права? Или правы те умники, которые говорят, что заморозка это ущербный, не идеальный вид хранения. Это самый лучший вид хранения, если невозможно сохранить в виде свежим. То тогда на долгий срок самый лучший способ, самый долгосрочный, долговечный, другой вопрос, что нужно с умом ко всему подходить. Если вы просто сунули какой-то кусок чего-то в морозильник, то без защиты внешней влага испарится за счет физически вполне понятных явлений, потому что даже крио-сушка такое слышали, то есть замораживание, высушивание продукта благодаря не высокой термической обработке, а наоборот низкой замораживании. Влага испаряется. Но нужно, наверное, обтянуть. Сначала есть глазурирование технологии, это погружение в воду, потом на мороз, в воду на мороз обрастает, так микрокорочка, а потом пленкой, стретч-пленкой заматываете, вот так вдоль и поперек, много раз. И вот так, если что-то будет лежать, ну, скажем, в минус 25, другой вопрос, что бытовые холодильники там пишут минус 18, реально минус 12-15, это совершенно другая история. Ну и, скажем, морозильные лари, мы же говорим вообще о идее самой и о возможностях. Так вот, например, морозильники хорошие, лари, и особенно вниз вы куда-нибудь погружаете, вот минус 22-25, это может 100 лет храниться, и никак не окислится, ничего не будет. Ну вот, понимаете, перед тем, как писать такое, некоторые уверенно, понимаете, меня что-то бесит, что люди глупость пишут уверенно. Ну вот я могу очередной раз только процитировать профессора Преображенского насчет уверенности в несении чуши несусветного масштаба. Следующее письмо. Очень нравится ваша рубрика «Ответы на вопросы». Продолжайте в том же духе, Юрий Андреевич, и почаще по возможности. Ну, буду стараться, если будет расти число подписчиков, сейчас YouTube-то зажимает видео мои, и просто, это, конечно, поразительно, и зависит только от каждого из вас. Пошлете вы письма своим знакомым, посоветуйте посмотреть, будете вы смотреть, не пропускать все мои видео, ну тогда будет больше просмотров, и у меня стимула больше, чтобы продолжать и чаще, и интереснее темы поднимать, и так далее. Идем далее. Большая благодарность вам, Юрий Андреевич, за проделанные работы по здоровью. Хочу поделиться удивительным результатом, можно сказать, тестирования геля Экоэлемент. Ну, теперь только возникает вопрос, какого? Дело в том, что вот зритель мог написать про два геля. Сейчас поясню. Читаю дальше. В поисках снятия сильного ушиба с левой стороны поясницы, прослушав лекцию о его свойстве, что можно его втирать и вокруг глаз, и, ну, видимо, человек так и сделал, и результат положительный на зрение я заметила на следующий день. Просто хочу поделиться, что даже для глаз этот гель воздействует результативно. Я единственное вас попросил бы. Дело в том, что конкретизировать. Есть гель для суставов и для мышц. Вот он применяется как раз, во-первых, для регенерации хрящевой ткани, и действительно, вот даже артриты, артрозы, до второй, даже до третьей стадии, проходит, потому что регенерируется хрящевая ткань, и межсуставная жидкость. Его же используют для мышц. И когда ушибы, удары, он очень помогает. Ну, а вот есть специальный гель для кожи, лица и шеи, ну, вообще тела. Вот он с трансдермальной доставкой, он заставляет и в глубинных слоях кожи синтезировать там гиалуроновую кислоту и прочее, и действительно, и разглаживает морщины. Неглубокие, конечно, чудес тут нет, но гель уникальный. Плюс крем к нему идёт. Вот чем вы пользовались из этим? Гелем для суставов и мышц, или гелем для кожи лица и тела? Это я прошу всегда конкретизировать, потому что я помню, что гель для кожи, а мы говорили, что не все далеко Крыма, и гели можно применять в зоне вокруг глаз, и тем более верхнего века. Поэтому, пожалуйста, акцентируйте это. Ну, а зрителям я хочу сказать, что ссылки и на тот гель, и на другой гель я оставлю вам под этим видео. Вообще, всё, о чём я сейчас говорю. Я буду ссылаться на какие-то видео или на какие-то изделия, товары, неважно, на всё, что я говорю, будет ссылка под этим видео. Идём далее. Юрий Андреевич, вы лучший, смотрим вас всей семьёй, с огромным удовольствием, благодарю. Вот уже несколько лет смотрим. Раньше много разной информации изучал, но более полной и развернутой информации о питании, здоровом образе жизни нет ни у кого. Ну, или я так, таких не знаю. Благодарим вас от всей нашей веганской семьи из Белоруссии. Я благодарю вас за такую высокую оценку, за это письмо. И зачитал его, потому что очень много таких писем. Я только одно характерное, подобное. Ну, вот для того, чтобы простимулировать, может быть, как-то других людей, всё-таки взяться за ум, не лениться и смотреть мои видео. Некоторые ещё говорят, долгие, длинные видео. Вы себе жизни этим прибавите в тысячу раз больше минут и часов, чем, так сказать, от разных глупостей потеряли бы. То есть вы приобретёте. Это не потеря времени, а его приобретение. Потому что, действительно, информация важнейшая тема, поднимаемые, очень нужные. Я даю почву для размышления. Ну, ладно, идём далее. Ну, что же пишет человек? Один цитирую, как бы, своих родных и близких. Сколько проживём? Столько и проживём, пишут. Сильно самоуверенные в своих силах люди, да и просто глупые. Ленивые. Которым лишь бы не думать о том, что неминуемо ждёт любого человека. И, вот, понимаете, умный проанализирует, дурак отмахнётся. Так вот, в своих силах, которых пока жареный петух не клюнет, да. Когда клюнет, будут другие песни петь. Вы знаете, часть будет, да, скажет, я вот жалею, что я дурак раньше не слушал. А кто-то даже это не поймёт. Абсолютно. И мы сегодня коснёмся таких людей. Вот прям чёткие типажи будут. Тем более, по мере отупления вообще общества в целом. Но не нашего в мире. Особенно вот в этом западном мире, где из людей делают биороботов. Мы тоже прокатились через разные матрицы отупления людей. Но не в той степени. Тем не менее, эта тема очень важна. И, как говорится, хотя бы предупреждён вооружён. А вот как раз следующее письмо. Мой отец ведёт обычный образ жизни. Курит, ест всё подряд. Ну, раньше сильно выпивал. Ну, значит, пьёт. Просто, может, не так сильно, как раньше. И вот он смеялся над нами, когда мы перешли на веганское питание. А то, что я трезвенница, это вообще воспринималось, будто я ку-ку. Представляете, как есть дебилы, которые вот прям искренне считают, что если человек не употребляет алкоголь, он ненормальный. Нет. Это кто употребляет алкоголь, тот ненормальный. И истина, природа сама говорит, что неестественно, то, так сказать, не должно того быть в жизни человека. И уж я не буду сейчас говорить, какое горе и беды приносит алкоголь всегда. И отдельно взятому человеку, и обществу в целом, и семье. Ну, это, я думаю, излишне. И меры у наркотика быть не может никакого. Смотрим ГОСТ 72-го года. Алкоголь, то есть винный литиловый спирт, сильно действующий наркотик, со всеми вытекающими последствиями. И говорил отец, что сколько отмеренно столько человека проживёт. Вообще такие, не могу сказать, умозаключения и нерассуждения, а такие шариковские констатации, недостойные вообще звания человека разумного. Это говорит о глупости человека, его слабости, о тем самым подлости, и перед собой в том числе, в первую очередь, и перед семьёй. Потому что вместо того, чтобы детей правильно воспитывать, и объяснять, что посеешь, то и пожнёшь. И на всё есть причинно-следственные связи, и последствия твоих действий, любых, правильных и неправильных, то лучше отмахнуться, как страус голову в песок, и плевать. Но когда у него сердце прихватило, это у папаши-дурака, после очередной попойки, почему-то резко бросил, по рекомендациям врача. А потому что люди, глупые люди, хорохориться могут очень долго, выпендриваться, других обвинять, оскорблять, глумиться, над правдой истиной, над очевидными вещами. Но действительно только угроза вот прям неминуемой смерти, когда человек вот это ощущает, а глупый человек только когда ощущает, может что-то осознать, осмыслить и изменить свою жизнь от страха. Это глупые люди. А умные люди, сильные люди, нормальные просто люди могут представить, понять всё. И вся их жизнь должна быть подчинена логическим, причинно-следственным связям и обоснованиям, понимаемым процессом каким-то в жизни. Ну вот, что есть хорошо, что плохо, очевидным вещам. Что правильно, а что неправильно, что вредно, а что полезно. Ну а отмахиваться, боясь задуматься и действительно осознать, что это что-то вредное, ведь придётся это вредное убирать из своей жизни, а я слаб и не захочу, не смогу, и я лучше обману себя и других, и буду так успокаиваться, дёшево, даже не думать, не задумываться о том, что есть истина, а что есть ложь. Но таких людей, честно говоря, не жалко. Он сам растоптал человеческое всё достоинство, поглумился над чем, над кем, над дочерью, надо мной каким-нибудь он меня не знает, или над тем, кто ему что-то когда-то говорил. он над истинной поглумился, и над разумом человеческим. Такого не жалко. Так, благодарность вам. Расскажите, пожалуйста, насколько сильно вреден дом из газобетона, построенный на специальной клейпене, есть такая клейпена, разработанная для газобетонных изделий, да, на специальном цементно-песчаном клее для газобетона. Значит, я вам скажу кратко, поскольку это всё-таки не строительный канал, а у меня есть канал «Жизнь на земле», где я эти вопросы поднимал, и, кстати, начало строительства одного из домов у меня из газобетона я там показывал. Короче говоря, я изучил эту тему досконально. Я общался и платил даже за консультацию человеку номер один в мире по данной технологии Гринфельд, Глеб Иосифович, такой есть в Ленинграде. Для примера скажу, чтобы вы понимали уровень. Когда строился, скажем, какой-нибудь завод в Германии либо в любой другой стране мира, всегда в комиссии, всегда приглашали, вот именно его в обязательном порядке. Это номер один специалист по данной технологии. Первый дом, построенный из газобетона, это 1934 год в Риге. В 1970-е годы в Ленинграде построили целый микрорайон. Эти дома не облицевали тогда, отделку наружную не сделали. Ну, как всегда, чтобы план горит, чтобы подмахнули и, как говорится, приняли. Ну, приняли, чтобы, так сказать, премии не слетели у строителей. Ну, а когда приняли, об этом и Углов писал Фёдор Григорьевич когда-то в своей книге, например, «Сердце хирурга». Да и все мы помним из советского времени, позднего советского имеется в виду, не сталинского СССР, когда такое было бы немыслимо, по совести, а не из-за страха, кстати. То уже в 70-е годы, в конце 60-х, 70-е, помните 60-х годов фильм «Операция» и другие приключения Шурики, вот «Настройки» «Кто не работает, тот ест». Вот, как перевернули действительность и как извратили всё. И у людей такое отношение к жизни пошло. Ну, ладно, короче говоря, а вот этот микрорайон приняли, а потом, поскольку приняли, никто больше не отделывал. Но вот прошло лет почти 50, и газобетон жизнью показал себя с самой лучшей стороны. Ни одной трещинки, никакого износа материала, при том, что лил дождь не на незащищённую поверхности, снег и так далее, и морозы, и перепады, никаких проблем даже без штукатурки, отделки плиткой, кирпичом, потом снаружи для защиты от погоды. Короче говоря, теперь, что касается экологичности. Значит, например, по радиоактивным делам, Гринфельд мне говорил, что то ли в 30, то ли в 50 раз он более экологически чистый, например, чем кирпич, который делается из глины и обжигается, керамический кирпич. Давайте я скажу вам так, это самый лучший материал для строительства, самый разумный, самый удобный потом в отделке, самый экологически чистый, самый тёплый, не вдаваясь совсем, уж не залезая в дебри, в глупости. Химию мы не берём. Короче говоря, я, например, строю, ни одно строение у меня есть из газобетона. Кроме самых лучших слов ничего сказать о нём не могу. Ну ладно, идём далее. Да, кто захочет подробнее что-то там посмотреть, понять, ну вот на моём канале «Жизнь на земле» есть там несколько видео про прям строительство, некоторые приёмы, нюансы по газобетону. Покладки там, вот, чтобы ошибки не делал, чтобы швы были тёплые и так далее. А пена, я, пена недавно применяется относительно. Если какие-то балки склеивать газобетон над оконными можно, например, проёмами, например, мы это делали, ну, естественно, штыри арматуры туда вгоняя и клеем с пеной, с пенивой, склеивая, то класть газобетонные блоки я советую, конечно, только на специальную разработанную и продаваемую к газобетону кладочную для газобетона смесь. Вот так. Шов 1-2 мм надо, больше не нужно. Так, здравствуйте, Юрий Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли бросить курить резко? Курю 22 года. Не можно, нужно, потому что 95% примерно, я говорю, 90-е там. Людей, кто будет рассуждать, ну, вот я постепенно, плавно, он не бросит. Не бросит. Бросайте, а для здоровья ничего не будет. Ну, принимайте витамины сразу же, безусловно, там, фулевую кислоту с фолиевой кислотой, то есть, с магнием, обязательно магний, обязательно магний принимать. Ну, можно фулевую кислоту с магнием, это идеальный вариант. Обязательно принимайте D3 плюс К2 витамины, ну, и поддержите сосуды, принимайте, обязательно витамин С, принимайте антиоксидант астексантин и, например, или глутатион, на них ссылки я тоже вам оставлю. Так, идем далее. Здравствуйте, Юрий Андреевич, очень благодарна вам за эти видео, всегда с удовольствием пользуясь для себя смотрю их. И при детях включать стараюсь, может, что отложится в их подсознании. Да, я тут сразу про детей скажу, а некоторые мне претензии писали, что вот я грубо говорю иногда, кто-то даже лгал, что матом, я матом никогда не говорил, а слова на букву Б, там, относительно гулящих дам и так далее, сейчас я специально не выражаюсь, чтобы вдруг дети смотрят, я, во-первых, значит, это литературные слова, которые употребляли даже Достоевский и Толстой, а во-вторых, значит, если об этом о чем-то грубо пойдет речь, я предупреждаю, что увидите детей от экранов. Вот, например, в конце видео, а я буду очень груб, потому что одна либералка наглая и подлая писала, и я ей отвечу адекватно, с грубостями наверняка, потому что душа моя не принимает подлого цинизма и либеральной всей этой гнусноты. Так, продолжаем. По поводу алкоголя. Никак не могу донести до близких понимания о его вреде. Когда начинаю говорить, что алкоголь это наркотический яд, это наркотик просто, да, это протоплазматический яд, это жирорастворитель, который, так сказать, естественно, первым делом убивает головной мозг, растворяя целые участки структур. Что с него дуреют? Папа мне в ответ, еще один папа, а что у тебя, предрасположенность есть? Представьте, какой дебил, он говорит, мозг разруш... У любого человека, даже у биоробота, будет разрушаться головной мозг. Половая сфера, нарушение передачи генетической информации, это предрасположенность? Значит, ну да, конечно, если мы говорим о расщеплении алкоголя в организме, за что отвечает такой фермент, как алкоголь дегидрогеназа, то, конечно, у народов Крайнего Севера, у индейцев, которые там огненной водой за три поколения уничтожили в тысячи раз больше, чем от огнестрельного или любого другого оружия белые, так сказать, ценители европейских ценностей, завоеватели, да, всякие там англичане, бельгийцы, французы, которые потом стали некоими американцами. Так вот, да, у них, конечно, вообще этого фермента не вырабатывается организмом, и они просто алкоголиками в этом смысле, когда начинают употреблять, становятся, ну, с первого-второго стакана. А что касается равнивных народов, любых, европейских народов, русского народа, то фермент этот вырабатывается, но очень-очень мало, и, несмотря на то, что вырабатывается в малых количествах, его недостаточно, тем более, как у нас пьют, ну, и вообще везде. Почему? Потому что алкоголь это наркотик, и сначала человек пьет и мало, и может остановиться, а потом не может, и потом любая доза алкоголя, как тот же академик Углов доказал, или академик Павлов, который говорил, что нет никакого оправдания наличия алкоголя в обществе, честный ученый никогда в пользу алкоголя ничего не скажет. А кто говорит, это предатели от науки, это подонки, это нелюди. Это критерий, по которому вы о человеке можете сразу все сказать, тем более, если это какой-то там некий ученый. А уж если ученый мозгом занимается и что-то говорит про алкоголь положительный, это просто конченая гнида и неуч. И, например, Бехтерев, ну, вы сравните, кто говорит про алкоголь положительный из ученых, и просто сопоставьте, это уровень Бехтерева, Павлова, академика, Углова, или это ничто по сравнению с ним. Ну, а потом вы откройте свои глаза и посмотрите, что алкоголь с нацией творит, как миллионы людей, а от миллионов десятки миллионов не родившихся, потому что миллионы подохли в молодом возрасте от того, что пить начали. А пить начали почему? Потому что алкоголь в обществе не считается наркотиком и чем-то страшным. И вот такие вот папаши, они преступники и предатели перед своими детьми, внуками и будущими поколениями. Предрасположенность. Так вот, даже у каких-нибудь французов, которые спиваются по полной программе, у которых в большей степени, чем у русских людей, вырабатывается алкоголь до гидрогеназа, наркотик этот действует точно так же, просто чуть дольше у кого-то на спаивание уходит времени лет, чем, например, у русских людей. Я знаете, что здесь скажу, потому что не помню, есть про это дальше или нет. Есть еще такая самоуспокоительная ложь, мерзкая, когда говорят, что алкоголь, типа, естественным путем в организме вырабатывается. Только эти гаденыши почему-то не говорят, что вырабатывается его в тысячу раз меньше, чем человек бухнет из стаканчика. И это не вырабатывается как конечный нужный продукт, а этот алкоголь, спирт, который вырабатывается в организме, есть промежуточная реакция в определенных биохимических процессах. Но давайте организму оставим эту прерогативу и природная потребность в тех или иных биохимических реакциях. В организме. А получать что-то в тысячекратных больших дозах извне, это дешевая попытка оправдать свое поганое бухло. Желание потерять рассудок, разум и получить мнимое наслаждение. Хотя никакого отношения к радости и удовольствию даже это, естественно, не имеет. Так, хватит говорить глупости про снять стресс, напряжение, оно наоборот усиливается, просто человек наркоз принял и не чувствует это. Потому идут, бухнули в деревне где-нибудь там зимой на свадьбе, идут и умирают, засыпают в снегу, потому что боли не чувствуют, потому что он наркоз принял и боли нет вообще никакой, он решил поспать. А потом, так сказать, все, уже умер, потому что окоченел и замерз. Да, и вот в этом суть алкоголя. Так же, как бухнули, а потом один взял и прирезал там ребенка или там жену, или выкинул там с балкона кого-то, или задавил на машине. Вы знаете тысячи таких случаев? И будут они всегда, пока в обществе есть поганая пойла. А кто оправдывает? Типа я свое желание бухнуть буду оправдывать. Морду бить таким гадом надо. Ну, идем далее. Предрасположенность у него. А, и еще то, что да, вот в организме сам вырабатывается. Да, синильная кислота вырабатывается. Ну, давайте-ка папаше этому флакончик в рот влейте, а муж мне, ну, тоже бухающий, про чистку сосудов начинает рассказывать. Вот дебил. Он сам чистит с Ёршика, может быть, чистит он там чего-то. Какой же идиот вообще. Сосуды чистят. А я теряюсь, не знаю, что ответить. Слушайте, да тот же Жданов, вот вы про него дальше пишите. В своей лекции только одной, самой уникальной от 2004 года, которая называется «Алкогольный, табачный и наркотический террор против Святой Руси 2004 года, четырехчасовая, надо заставить каждого человека это посмотреть только один на один с собой и в трезвом состоянии. Вот если это будет тест для человека, вот конечный тест, стоит дальше метать бисер или нет? Потому что если у человека осталось немного совести, немного патриотизма, хоть чего-то человечного, человеческого, то после просмотра этого видео он больше не сможет употреблять алкоголь. Или, по крайней мере, скажет так, «Я пью, потому что я понял, я конченый алкаш, но я слаб, я тряпка, но я понял, что это убийство народа, что я творю геноцид». Но такого человека, по крайней мере, ругать уже нельзя. А если он будет дальше глумиться, хорохориться, выпендриваться, что это типа надо, вырабатывается туда-сюда, стресс снять и прочую ахинею, то тогда он конченая сволочь. Это прям критерий. Это я вам советую это видео, оставлю специально именно ссылку на это самое видео, в том числе под этим видео по единой ссылке и на это оставлю. Я теряюсь, не знаю, что ответить. Во-первых, мое вот это видео покажу. В ответах на вопрос, чуть ли не в каждом видео, я четко разбираю про алкоголь, ну, несколько параграфов, что называется, несколько писем. И будет у меня скоро видео отдельно про алкоголь, еще одно. Сама я не употребляю алкоголь уже более 13 лет. Видео Жданова отправляла, только вот то или не то. Но, тем не менее, так они не смотрят. А, не смотрят? Тогда, как они хлебало откроют свое насчет чего-нибудь там про алкоголь положительное или там оправдаться, глотку им прям затыкаете и сказать, пока не посмотрел, заткнись. И проблемы со здоровьем им ничего не доказывают. Все на возраст списывается. Ну, естественно, какая разница, как ты жил, хоть ты тогда по этой логике, вот для дегенератов, скажите еще раз, вот кто бы про что не говорил, про мясо, еду, и про алкоголь, табак, вот что? Возраст. Значит так, скажите, ну тогда конченый дебил. Я уж извините, разошелся по-другому, невозможно с такими говорить. Но ведь это, еще будут мне писать, я людей оскорбляю, я дебилов оскорбляю. А дебилами не все люди являются, если вы это не понимаете, поясняю. А только часть людей. Так вот, если человек такой несет, то вы продолжите эту логическую цепочку и скажите таким следующее. Скажите, ну тогда что ж, коли себе героин, ну или там кокаин, ну через там год-два начнешь загибаться, в ломках валяться, корежиться, быстро постареешь, там у тебя откажут почки или что, ну там по-разному все бывает. Ну когда ты, это очевидное, скажи себе так же, при чем тут героин? Ну это возраст. Возраст. То же самое они, говорят про алкоголь и табак, оправдывая этого. Они говорят ровно то же самое. Они дебилы. Передайте им видео это, заставьте посмотреть, мне может быть очнуться. И кстати, еще раз для тех кретинов, которые злятся, что я ругаюсь и оскорбляю. Вот таких людей я оскорбляю заслуженно. Есть такой метод, он называется шоковая терапия для спящих мозгов. Некоторых людей, кроме как ударить дубинкой, мозговой штурмом сделать такой виртуальной дубинкой, привести в чувство вообще невозможно. Если вам это не дано понять, то это не означает то, что этого не существует. Это истина. И мне удавалось таких даже конченных людей, единично, но таких, удавалось вытащить из этого болота. Когда они поняли, говорили, я как залился, что вы ругались, и я там вам даже гневные письма писал, а потом я понял, что я был дебилом, и вы правильно делали. Ясно? Есть такие письма. Я их зачитывал даже. Все на возраст. Порой трудно бывает от осознания своего бессилия, а вот мне легко от осознания своей огромной силы и умения убеждать, донести информацию так, чтобы ни одна сволочь иголочку не смогла туда вставить лжи. Вот так. И вы учитесь. Ну, по крайней мере, у меня, по крайней мере, у вас есть мои видео, и вы можете заставить посмотреть хотя бы вот от и до. вычлените эту тему с такой-то минуты и посмотреть. Спасибо, что вы есть, что открыто и смело говорите об этом и многом другое. А я всегда говорю абсолютно открыто, смело, я никого и ничего не боюсь вообще. Почему? Потому что за мной истина. Потому что за мной законы природы, и я прав. Потому что я плюю на свое мнение, вот на свое, я вам говорю открыто, мне плевать на свое мнение, потому что у человека мнение не должно быть. У сильных людей, по крайней мере. Мне важна истина, то есть то, как есть на самом деле. И все. Далее идем. Здравствуйте, Юрий Андреевич, посмотрел ваше видео, вспомнил, что вы продаете генераторы водорода. Да, действительно. Решил посмотреть цену, затем нашел похожие приборы на Озоне. Там они продаются за полторы-две тысячи рублей, а у вас за 35. У меня 39, самый лучший из которой УВП называется. Почему такая сильная разница? Будет ли обновление в ассортименте? Потому что помню, вы еще продавали карандашики водородные, которые еще были приемлемы по цене. Это было лет 8 назад, они были по 15 тысяч рублей, что составляет на данный момент более 35 тысяч. И они были по технологии, но позапрошлого века. То есть уже 6 поколений приборов сменилось с этого времени. Это был примитивный электролиз, а сейчас есть протонообменные мембраны. Если бы вы смотрели мои видео, вы бы хоть понимали, о чем речь. То, что вы там на Озоне видели за что-то... Ладно бы еще за 5-6 тысяч, то я не знаю, неужели дошли там до того людишки, которые туда сдают, говно из Китая тащат, что там полторы-две тысячи. Ну, вы представляете, какая у них себе стоимость? Вы что, действительно верите, что это может дать вам пользу? Вы вообще вменяемы или нет? Нет? Вот какие там протонообменные мембраны? Там их понятно нет. Хорошо, примитивный электролиз. Вы что, думаете, что там платиной покрывают вот эти электролизные пластины или мембраны? А что будет, если не покрыть платиной? Любой металл, любой вообще выделяет при электролизе атома из себя воду, и вы будете травиться. Это в лучшем случае, если там вообще не из алюминия они сделаны. А вы уверены? Вам кто-нибудь выплатит там, я не знаю, миллионы компенсаций или что-то будет? Ответит по закону, например, за ложь. Это нет никто. Потому что это у нас невозможно в стране. Ну и не только у нас на самом деле. Потому что есть хитрые юридические моменты. Даже те, кто пишут, продают, ну скажем, за 20 тысяч приборов и 25. Вот они пишут, что там, да, платиной покрыто. И вы знаете, ведь никто не осудит их юридически. Почему? А покрыто. Вопрос в том, сколько? Ведь сколько, это знаете, как с генномодифицированными комбикормами. Никто не пишет, что они генномодифицированные. Ну там для кур, еще там для собак, кошек. А я объясню, в чем тут хитрость. То же самое по аналогии. Но, например, в составе комбикорма есть соя или кукуруза. Она почти вся в Европе и Америке. Ну 99% она ГМО. Значит, ну юридически, если только один компонент или два в составе из 100 там компонентов или 20 является ГМО, то весь продукт ГМО не считается. Поняли? Бьют, то есть говоря, образно по паспорту, а не по морде. А надо-то по морде. Значит, что мы смотрим? Значит, смотрим суть. А суть мы объяснили много раз. Ну давайте я попробую сейчас поставить вам отрывок, все-таки вопрос очень важный, из того последнего видео моего по данной теме, которое я очень советую вам посмотреть, где я с коллегой, мы сидим у меня там дома и рассказываем как раз про эту новую модель УВП. и вот этот отрывок, что люди покупают дешевку. Посмотрите насчет этого, насчет вот этой жажды всегда на грош пятаков взять, посмотрите. Почему они еще такие дешевые? А дело в том, что да, вот эти ухищрения физические, такие как больше ток там и так далее, но вот эти все платиновые, извините, титановые элементы, мембраны и так далее, они либо вообще там не покрываются платиной, либо они покрывают вот таким, чтобы юридически и по сертификатам у них это проходило и никто в суд не мог подать, потому что действительно покрыто, но вопрос, сколько покрыто, сколькими слоями и что будет при электролизе через 10, 20, 100 тем более и далее циклов, а это все частично сойдет и при электролизе любые, кроме платины, ионы металлов переходят, атомы металлов переходят в воду и соответственно из чего стоит электрод, человек получает эти тяжелые металлы в организм и вот это самое опасное и недопустимо, поэтому стоимость платин очень высока, но почему платина используется, не для понта, а потому что платина единственный металл, который не выделяет атомы себя в воду при электролизе, вот какая штука-то. Я, кстати говоря, вам скажу такую вещь, которая казала, нам кажется, невероятным, но это факт. Заказали исследование сравнительно различных видов приборов и разделили на группы А, Б, С, и Д по качеству, четыре группы. Так вот, особая группа это японские приборы, хваленая Япония, Япония там вообще. Так вот, Япония, в отличие от других приборов, использует собственные японские мембраны и они не покрываются к платиной. Вот так? Вот так. При этих заоблачных ценах и при концентрации один, максимум один и два. Вот. Это для сведения всех, кто... Что не все японское лучше. Не все японское, как говорится, лучше. Игорь Александрович, а сколько разных моделей, разных фирм, производителей померили, сравнили вообще? Потому что мы с вами года два и ведем про этот разговор. Ну, это измеряется уже десятками. как бы. Ну, штук 30 точно. Ну, конечно. Ну, во-первых, я сам, во-вторых, зная меня, мне уже сами производители присылают на тестирование. И какую зависимость вы видите, закономерность, вернее, при измерениях? Несоответствие параметров, это раз. Как правило, сильно завышенная в рекламе, сильно завышенная концентрация. Сильно. Если раньше просто продавцы писали вот такая концентрация, сейчас вот перепродавцы, которые, в том числе и на российском рынке, они стали умную фразу дописывать. По данным производителя концентрация такая. Ну, да, производитель всегда в идеальных лабораторных условиях, в идеальных параметрах производит замер, и к нему не прикопаешься, потому что в идеальных условиях он может это повторить. Это точно. Посмотрели? В общем, подведём итог и пойдём дальше. Что, если здоровье недорого, если, так сказать, вы действительно вот можете подумать, что там в 20 раз дороже что-то продавать, это от желания, от жадности, это то же самое, то я не знаю, как и что вам говорить, и надо ли вам что-то говорить. Но я вам дам последний просто уже совет, просто человеческий, что если вот вам 35-40 вы не хотите покупать, но при этом вам здоровье дорого своё, то никакой не покупайте. То есть, вообще не покупайте, нежели тратить, я бы лучше отдал 40 тысяч, чем пил бы из тех приборов, которые стоят, вот как вы говорите, и даже там 20 тысяч. Я уж не говорю про то, что там за тысячи, я просто в шоке. Я просто, не, а вы вообще слышали, это помимо всего, что там, например, два ультрафиолетовых стерилизатора встроено вообще, что только они стоят, например, дороже, чем тысяча две. А я, я, две аккумулятора, электронных батареи, они стоят дороже, чем тысяча две. Я не знаю, что там, я тоже, я боюсь представить, что там за тысячу, за две. А тема, это очень важно, я имею в виду, водородная вода, очень важная тема. И я вам ещё более короткое, одно из последних видео, тоже под этим видео оставлю, всё-таки посмотреть, я уже к зрителям вообще, ко всем обращаюсь. Я вам очень советую Neopen приобрести, очень. Ну ладно, я надеюсь, что я вам что-то объяснил. СМОГ. А вы мне напишите, вы поняли или нет. Следующее письмо. Ваши длинные лекции просто супер. Когда их слушаешь, становится всё настолько очевидно, что не остаётся сомнений, как действовать. Я очень рад, и я рад, что есть такие разумные люди, которые воспринимают, не когда там какие-то блогеры жопой виляют, или там чмокают губами, или какую-то херню несут, или там йо-йо, которые от разума к разуму действуют, говорят. И слово человеческое, обоснованное, логическое, доходит, и человек воспринимает, вот, просто открывает, ну, для познания открыт, он понимает, что это разумно, логично и правильно, и он говорит, ну, всё, да, так и есть. Я пример человека, который с возрастом стал чувствовать себя лучше. Редкий пример, согласитесь. Руководствуясь вашими рекомендациями, безмерно вам благодарны, Юрий Андреевич, пролечилась от аписторхоза. Есть такие аписторхи-паразиты, плоские, которые обитают в конечном виде своём в печени человека, едят печень, клетки печени, гепатоциты, живут до 40 лет, то есть, если вы их получили лет 30 назад, не значит, что у вас их нет, сами по себе не умрут. А заражаются ими, особенно в Сибири, легко, через рыбу, провяленную, ну или плохо замороженную, или сильно непрожаренную. На тот момент страдала от проблем с щитовидной железой. Отказалась от мяса уже четвёртый год, как, кстати, насчёт, видите, страдала тогда. И вот, то есть, сейчас проблем нет, но я что хочу сказать, сразу вспомнил просто. Есть такая толстая баба, по-другому её не зову, и не надо мне там, что я женщину, бабой называю. Короче, потому что она служила этого. Которые, как же её там фамилия-то, такая. Софья Доринская, секту там, не помню, ну, много раз про это говорил, секта такая, не религиозная или околорелигиозная, ну, неважно. Мне об этом десятки людей писали, и кто в Америке живёт, и так далее. Короче, суть такая. она там про щитовидку, что без мяса щитовидка загнётся. Не, наоборот. И я даже видео про неё разбор сделал, какую чушь, она не для любителей логики, а вы даже посмотрите, вот мой разбор этой Ксении Доринской, Софьи вернее, я там чётко вот её фразу поставил, что она говорила, ну, просто очевидное пояснил. Идём далее. Отказался от мяса четвёртый год, да? Занимаюсь йогой, алкоголь исключила более десяти лет назад, хотя никогда особо не употребляла, но тем не менее употребляла. Так что сказать, что я чувствую себя лучше, чем в 20 лет, совсем не будет преувеличением. Это констатация факта. Ну вот, поэтому одна из тем у меня на обложке в 40 лет чувствую себя лучше, чем в 20. Да, такое бывает. Да, такое бывает, а мои лекции в этом помогут. Ну а кто от них отмахивается, ну это и проблемы. А кто при этом ещё глумится или выёживается, ну того я само собой баню. Я хаму всегда идиотов баню. Ну а иногда кое-что и зачитаю, и объясню. Я очень рад, когда идиот начинает хотя бы понимать, что он идиот, а не хорохорится, не гордится этим и не глумится над другими далее спокойно, так, как он это делал раньше, потому что всё-таки хоть он и не признается, а, как сказать, очно. Но в глубине души он поймёт после моих слов, что он идиот. Подсознательно хотя бы. А это очень хорошо и правильно. Идём далее. Юрий Андреевич, снимите, пожалуйста, видео про ваши любимые книги, про вашу библиотеку. Порекомендуйте книги о Сталине, о СССР, и публицистику о достоинстве, чести. Вы знаете, очень важная тема. Я обязательно это буду делать чуть позже. Я даже сейчас, знаете, что, вот специально мы работаем с одним человеком, консультацию он платные берёт, я оплачиваю у лучших специалистов, мы создадим такую студию, может быть, даже не одну, но, по крайней мере, пока одну, и очень хорошее, дорогое оборудование. Я видеокамеры, новейшие, лучшие, покупаю звукозаписывающие, светоаппаратуру. Будем делать видео. И в том числе я обязательно буду развивать вот эту тему, и советовать книги буду и фильмы. Вот буду показывать, будет канал, может быть, отдельно, где будут как раз вот фильмы. Я буду ещё разбирать, рекомендовать книги. Да, ну, идём далее. Меня беспокоит вопрос, если всё-таки YouTube заблокирует канал Юрия Андреевича, то все ранее вышедшие выпуски пропадут? Нет, не пропадут, потому что мы всё, что у меня выходит, копируем на жёсткие диски. К тому же, очень плохо, что вы это не знали. Я же под каждым видео оставляю ссылки на другие мои соцсети, например, дублёр YouTube в Telegram, то есть все видео там выкладываются, ну, по крайней мере, года, по-моему, полтора-два последних. Выходит сегодня видео на YouTube, его сразу мой один из помощников выкладывает в нескольких соцсетях, в том числе в Telegram. Ну, подпишитесь на мой канал по здоровью в Telegram хотя бы. Кстати, на YouTube тоже есть. Это будет просто катастрофа для нас. Благодарю за высокую оценку и моего труда и лекции, но вот такого не должно быть, потому что мы многократно страхуемся. Хотелось бы знать, они все сохранены, вот да, и будут ли продублированы других, ну, вот, и будут ли продублированы на другом канале. Но вот жалко, что вы все-таки не смотрите мои видео, ведь у меня даже были видео, где я про это говорил много-много видео подряд. Значит, вы не регулярно смотрите, не все мои видео смотрите, иначе бы вы видели. Ведь я много раз предлагал подписаться на другие каналы, объяснял, почему и даже говорил про то, что будет, если вот YouTube заблокируют, как искать мои видео, даже об этом было видео. Далее, всем здоровья, YouTube сейчас накладывает цензуру на информацию о здоровье, противоречащей ВОЗ. Якобы уберечь людей от опасных советов. Ну, ну, кстати, напишите, вы верите, что YouTube вообще все для нашего блага делает? То есть, вот он, потому что, или знаете, как меня бесит, когда, типа, вот звонок идет, какую-то фирму, вот я звоню, они говорят, а, значит, ну, они обязаны же предупреждать по закону так, а то вдруг иски подадут, сейчас же это тоже легко у нас делается. И они говорят, будет запись разговора для лучшей, так сказать, работы с клиентами. Не для этого, конечно, вы записи делаете, а для того, чтобы, если что, свою задницу прикрыть. Вот, меня просто лицемерие всегда бесит. Говорили бы честно, чтобы потом нам доказать, что, если спор какой-то будет, что мы это говорили, а не то, что вы нам, мол, скажете. А то все для вашего блага. Ну, и вот YouTube. Вы что думаете, по здоровью? Это когда про К19, вы поняли, о чем речь, я даже слово на букву В, заканчивающееся на А, не буду употреблять, а то, знаете, как-то где-то сказали, прикиньте, вот я вам сейчас скажу, просто было вот реально только так сказано, слово ВА и заканчивается НА, да, слово. Я вот клянусь вам, знаете, что было? На YouTube загрузили, еще не опубликовали. Он стоит закрытый по ссылке там, да, вот закрытый просмотр. Удаляют ролик и пишут. Противоречит там этим по... Вы поняли? И вы что? Вот есть такие люди среди вас, вот зрители моих, которые считают, что YouTube это прям, ну, это вот, это сама святость, это просто Господь Бог, это просто вот только для блага людей живет. Они для улучшения контента, да не для этого вы все делаете, не надо лапшу на уши весь, как бесит вот ложь вот эта подлая. Вот. Ну, в общем, короче говоря, да. И хоть они не удаляют очень полезные видео, Юрий Андреевич, YouTube меняет свои алгоритмы. Абсолютно. Поэтому вот если, например, раньше мое видео, причем менее такого, знаете, информационного качества, там, ну, допустим, набирало 100, 200, 500 тысяч миллионов и больше просмотров, то лучшего сейчас, вот я по всем критериям, я же, ну, 10 лет в YouTube и больше, да, а вот по всем критериям лучше, качественный контент, интереснее, короткие видео, где самые сути, как из пулемета, прям факты, аргументы, и люди 99,7% лайков есть такие у меня видео, 99,8,7 рекорды. И вы что думаете, и там 10 тысяч просмотров. Истина в том, что YouTube метку на мой канал поставил, чтобы его, так сказать, вот вообще не распространять там в рекомендуемых, там, те или иные видео, да. Короче говоря, я вас прошу, моих зрителей, действительно, вот просто брать ссылки на видео и рассылать, рекомендовать смотреть другим и в соцсетях размещать где-то у себя. Помогите мне в этом плане. Потому что очень важно, чтобы просмотры были большие. Да информация важная, ведь тут больше общественной, значимой информации, действительно, тем более как я умею ее донести. Это поможет многим людям и вашим знакомым поможет. А с кем-то поспорить сможете, аргументированно, тоже важно. Помогайте с распространением. Идем далее. Не зря из школьной программы убрали учебник логика. О, это да, это я сразу адресую это и тем папашам двум, и вот, так сказать, прочим людям. Ну, вообще, учебник логика, да. Вот 54-й год, сталинский букварь, такая есть программа. Ребята печатают учебники, распространяют, продают. И вот есть учебник логика. Это каждый должен, каждый должен сейчас изучить взрослый человек. Что же говорить про то, что раньше это вообще подростки в школах, в средних и старших классах изучали при Сталине. Потом, конечно, при Хрущеве науку логика убрали из-за учебной программы. Зачем людям думать, быть разумными людьми, задавать вопросы, почему мы построили коммунизм к 36-му году, первую стадию социализма, почему в 61-м году Хрущев ее прикрыл и в Новочеркасске расстрелял рабочих, которые требовали снижения цен, а при Сталине такой был он негодяй, что надрессировал людей, и привыкли они, что каждый год после Нового года идет снижение цен на все товары, которые были произведены больше, чем в прошлом году. И поскольку прибавку капиталисты себе в карман не клали, то, соответственно, цены государство планомерно снижало на те товары, на которые себестоимость произведенной продукции становилась ниже, ниже, ниже. Это так тоже, к слову, к разуму, к логике. И типа нам говорят, люди механизмы винтиками были. Хорошо, чтобы сейчас такие люди винтиками были, такими людьми, настоящими людьми, которые вот и творили все, научить технический прогресс, и, так сказать, культуру несли, и так далее. И нравственность высочайшая была, и человек к человеку, товарищ и брат, они как сейчас волк и там обед. Ой, что с людьми стало? Наука логика это самое главное. Люди разучились мыслить, люди стали просто какими-то биороботами. Ну, мы сегодня до кульминации вот этого превращения из человека в биоробота и дебила, вот на примере, естественно, западного, а тут же все, деградация пошла общества так называемого. И вот насчет Гомо-Европы, ох-ох-ох, поговорим. Да, далее. Как-то отправил ваше видео одному другу про семь причин рака. В ответ получил такой же глупый комментарий, даже на это, да? Что никто не знает, от чего он появляется. Я просто в шоке. Ну, вот допустим, Чернобыль случился. Сколько поехало людей устранять аварии? Это же были целые потом больницы и поликлиники, целые специалисты, десятки, сотни, которые вели людей лучевая болезнь, онкология, кто получил высокие дозы радиации, потом рак, лечили. Я знаю таких людей. То есть, очевидно, что вот одна причина это. Остальные причины, очевиднейшие причины, точно такие же очевидные, если для какого-то дурака причина не очевидна, потому что он видеть не хочет и думать не хочет, то это не значит, что этого нет. Если идиот, ему разжевали, да в рот положили, а он даже просто отмахивается и не хочет даже вникать, ну кто это такой? Ну зато судит, зато пишет. Ему кретину проще написать и дешево самоуспокоиться, что никто не знает. Все знают. Мол, даже врачи-профессора не знают. А что, врачи-профессора это кто? Боги с Олимпа? Есть врачи-профессора дураки житейские и логику не знают, не знакомы с ней. Есть верующие профессора, которые верят, например, что они не знают и наука не знает, в чем причина. Ну вот и, конечно, как я и предполагал, ест он все подряд, пьет кофе, черный чай, когда предлагаешь травяной настой, говорит, это не чай и вообще травы пить опасно. Я вот даже так изброжу, травы пить опасно. Вот такой дегенерат. Неизвестно, как они повлияют на организм и что до конца учеными не изучено. А с черным чаем все понятно, что понятно, что его внедрили, потому что на это миллиарды, триллионы долларов за все эти столетия вбросили, чтобы, так сказать, приучить, потому что это как наркотик подсаживает, а значит, это большие денежки. Я, потому что содержит вещество определенное, говорю, подсаживает, как наркотик, как кофе. Это триллионные бизнесы. Это влияние и контроль, это власть над людьми, в том числе. Человеку 50 лет, ну дебил, а мозгов меньше, чем у курицы, абсолютно точно, а мозгов меньше, чем у курицы. Хорошее, кстати, название для какого-то видео. Я просто в шоке, и такие люди еще детей воспитывают. Да, это, конечно, вот, это, конечно, страшное дело. Я вот страшно против, ну, у нас в стране уже все это понятно, вражеские дела все эти сошли на нет, но в плане ювенальной юстиции. Она семимильными шагами лет 15 назад в нашу страну вошла. Начиналось то, что в Европе, когда там чуть не так правильно начнешь воспитывать в традиционных ценностях семейных, там пошлепаешь ребенка, если он балуется, нормально вполне, его там из семьи изымают. У нас хотели такое внедрить, ну, у нас просто люди бы стрелять стали. Это не какая-нибудь Швеция гнилая. Я надеюсь, вы понимаете, что Швеция потому и гнилая. Не потому, что они там машины крутые, еще живут они там хорошо, типа, хотя сейчас уже не так хорошо, а будет совсем плохо скоро. А потому, что они гнилые. Потому, что, а почему я вам дальше скажу, вы, наверное, поймете, почему, если вы до сих пор это не понимаете, кто-то, если не понимает, чуть дальше дослушайте и поймете, когда про ГОМа Европу пойдет речь. Так вот, у нас это не пошло, слава богу. Но, вот иногда думаю, что действительно, ну, чисто гипотетически, конечно, этого я бы даже делать не стал, но вот, говоря о том, что родители, как воспитывают людей, вот у таких надо отнимать детей, ну, как бы, вот так, гипотетически. Чему они в разных смыслах этого слова воспитают ребенка? Ладно. Уважаемый Юрий Андреевич, очень благодарен вас за то, что вы несете в массы. Более года как отказался от рыбы и мяса, практически от всей молочки, иногда ем сливочное масло домашнее, от яиц, хотя раньше съедал огромное количество жирной свинины, шашлык по выходным и так далее. Стремлюсь к сыроедению, но очень сильная тяга к сладкому. Ну, про это, и опять-таки, что сладкое, так и, естественно, наркотик. И как это воздействует на организм, что такое инсулинорезистентность, как возникает гипо, а потом гипергликемия и вырабатывается инсулин, на что повышенный инсулин влияет в организме, и как возникает метаболический синдром, а далее диабет второго типа, с которым даже живут и не знают, что он есть, потому что слабость усталости, и люди просто не обследуются, надо там гликированный гемоглобин сдать и инсулин многократно замерять, а не только там глюкозу проверять, это вообще бессмысленно. Вот, ну вот, я все это объяснял в многочисленных своих видео, даже есть отдельный плейлист, вот этот, про сахар, инсулин, прямо все там есть. Ну ладно, читаю дальше. Многое что осознал, что мы живем с самого детства информационной лжи на 90% питания, медицины, образования, религии, что называется, как я рад, когда люди начинают прозревать. А вот те дебилы, 50 лет, которые, значит, никто не знает, профессора не знают, бу-бу-бу-бу-бу, вот, ну вот, есть дебилы, вот они до сих пор не могут отделить ложь от истины. Сам живу в деревне, Краснодарский край, хотел бы понять, близится сезон купания, бассейны, различные оздоровительные, развлекательные комплексы, всюду хлорированная вода, купаются, дети глотают эту воду, важнейшую вы тему подняли, это страшное дело, это дураки родителей, что отдают в бассейны, ребенку поплавать, или там общение, ну ты поставь, дурак родитель, на одну чашу весов, что убиваешь, калечишь ребенка, и что хлор, это мощнейший канцероген, который в том числе к раку приводит, это не значит, что ребенок будет рак, это значит, что вот по телевидению, по всем каналам, по всем, показывают каждый день разных детей, когда деньги собирают на лечение лейкемии и других видов онкологии, вы это видите, нет? Вы знаете, что рак молодеет, а вы знаете, что 80-е годы, я же не говорю по 50-е, что если у ребенка там до 16 лет какая-нибудь лейкемия, на уши бы весь Минздрав поставили, то есть это было вообще что-то немыслимое, единичное, а сейчас это просто норма уже, и это один из факторов, еще один, вы уверены, какой еще один вредный фактор в копилку к болезни не даст последнюю вот эту гирьку на чашу весов, когда уже здоровье полетит и болезнь начнет проявляться, и организм перестанет справляться с как бы самолечением, вы понимаете, что хлорированная вода, хлор это яд, он убивает и бактерии, и вирусы, грибки, но ладно бы с этим только, он убивает клетку, он нарушает, поскольку это канцероген, деление клетки, возникают ошибки, ошибки в делении, это начало онкологии, а печень, почки, вы знаете, как хлор на них действует? А мозг? Огромное количество людей полоскаются, только полощутся, по-русски правильно говорить, полощутся, в этой воде, не нашел правдивой информации в интернете, много противоречий, послушайте, послушайте, не надо искать в интернете никакой информации, господи, как вы думаете, вот люди, это же миллиарды, вот в этом оборудовании миллиарды долларов даже в России крутятся, но как вы думаете, заказные статьи найдутся, поэтому противоположные мнения, только не надо мнение вообще слушать, вы голос разума слушайте, что такое хлорка, вы врача спросите, пить хлорку можно разбавленную в воде, ну а дальше, вот именно так вопрос поставьте, скажите, я вот пью, кто-то урину пьет, кто-то там яблочную, уксус, а я вот хочу хлорку, говорят, полезно разводить в воде и пить, вы, а сейчас некоторые про ртуть, говорят такое на полном серьезе, что нас обманывают, ртуть, она полезна, ну пейте ртуть, пейте, я буду только рад за вас, ну так короче говоря, спросите у врача, что вам врач скажет, больше не надо ничего, развенчайте, пожалуйста, мифы про хлор в воде, тут даже говорить нечего, я все пояснил, уважаемый Юрий Андреевич, я просмотрел множество ваших видео в поисках ответов на свой мучительный вопрос, моя жена молодая женщина, 41 год, ранним утром проснулась и не смогла встать с кровати, у нее было сильное головокружение, по ее словам, это было сравнимо с сотней кругов на центрифуге, это как будто земля уходит из-под ног и мир существует отдельно от нее, я кстати ответил человеку, он сказал, что это сделает, но посмотрим, сейчас я поясню вам, другим людям, может быть поможет кому, после они стали меньше, но как только она пытается сесть или встать, моментально повышается давление, а пульс туда 20 ударов в минуту, мы уже делали всевозможные анализы, вот все ли, прошли кучу обследований, марты, рентгены, КТ, УЗИ и так далее, и там подобное, мы вызывали уже десяток разного рода врачей, к сожалению, никто ничего не может сказать по этому поводу, нет диагноза, без него никто не дает направление на госпециализацию, на лечение, правильно, конечно, без этого не дают, моя жена каждый день плачет и говорит, что она умирает, умрет, а я в тупике, не знаю, что дальше делать, может быть вы сталкивались с такого рода заболеваниями и знаете, как найти путь к исцелению, спасибо вам за ваши труды, за пользу, которую приносите миру, благодарю за вот эту последнюю фразу, высокую оценку, короче говоря, что я написал человеку, я написал, одно из предположений у меня, ну, которое скорее всего, вот является причиной, это проблемы с железом, но не с тем, что вот железо в дефиците, наверняка вы сдавали анализы, а дело-то не в этом, железо надо, чтобы еще, помимо того, что его норма в организме, в крови, чтобы оно усваивалось, чтобы валентность менялась, чтобы в связи с белками работала, короче говоря, я вот, я вот сожалею, что вы не смотрите мои лекции, посмотрите мою лекцию, совместную с доктором, «Маршак женщина», где, вот я даже объединил две лекции для ленивых в одну, она двухчасовая, но полностью закрывается вопрос проблем, железо, гемоглобин, ферритин, трансферин, и все, что с этим связано, и там 9, по-моему, 9 причин, почему проблемы с железом, которые проявляются так, как вы описали, почему они непонимаемы даже многими врачами, разжевываются досконально, так вот, что вы сделаете, вы выпишите из этой лекции все, ссылку оставлю даже здесь, пройдите все эти обследования, чтобы выяснить точно, в этом ли причина, а скорее всего, или нет, тогда, но пока, в любом случае, фульвую кислоту с витамином В9, фульвую кислоту с магнием, магний дополнительно, потому что по давлению речь, там посмотрим, белок, аминокислоты, аминопротеин принимаете, принимаете после еды, не до, спирулину, биоорганическую, значит, что еще, астексантин, витамин С, витамин D3, СК2, у меня есть видео, вот сразу спросите меня, как что принимать, и заодно другим скажу, есть видео, оно называется, как принимать, совмещать, БАДы, лекарства, и продукты питания между собой, ясно, да, а также видео есть у меня, а что же тогда есть, ответил, идем дальше, спасибо, Юрий Андреевич, очень слушать вас, мы с дочерью уже, ну я как есть, значит, питаемся, правильно похудели, покупаем спирулины, пропили от глистов, пропили, пытаюсь менять подушку, тапочки, ладно, это микросферы, вот изделие тоже брали, очень довольны, не болеем, похудели, но видимо, лишний вес убрали, я с удовольствием слушаю вас, видимо, многое, кое-что, в общем, не знаю, почему так человек написал, не буду перечислять, в общем, питаемся в основном зеленью, там, и благодарю вас за важные, там, советы, скажем так, Юрий Андреевич, как попасть к вам на работу, чтобы отдохнуть душой, душой, разумом, и питаться вашей едой, это, конечно, чтобы по ходу дела вылечиться от недугов, нет, слушайте, давайте разделим, ко мне все-таки работа, это совершенно другое, да, это же не санаторий, там, вот вы пишете, а пишете как будто про санаторий, физической работы не боюсь, сам деревенский, 17 лет работаю трактористом, машинистом, это хорошо, да, трудовые, трудящиеся люди, как раз нужны, но, во-первых, у меня есть под каждым моим видео на канале Жизнь на земле, под каждым, ссылка, вакансии, попадаете на страничку, читаете, пожалуйста, вот, к тому же у меня было видео на канале Жизнь на земле вышло, что давайте создадим эко-поселение, потом уже вышло про него более подробное отдельно про эко-поселение видео о создании, а там продолжение того видео, значит, создадим эко-поселение и как устроиться ко мне на работу, ну, как так называется, вот, там подробно я все это объяснил, как, что, почему и так далее, но я хочу, что сказать, сейчас мне очень нужен вот какой человек, во-первых, по ютубу, для монтажа видео, помощник еще один, то есть, я высылаю аудио, надиктовываю, вот как сейчас я диктую, потом я высылаю моему главному, ну, старому сотруднику, он накладывает, картинки вставляет, о чем я говорю, показывает, кто пишет письма, на те или иные лекции, обложки, ну, и прочую, видеоряд, да, в общем, понятно, и вот мне нужен человек, который будет делать то же самое, я высылаю по разным темам аудио, или там свое изображение, как сейчас, ну, ответы на вопросы, это я на камеру себя от компьютера записываю, а другие видео просто диктую аудио, и человек накладывает, ну, в общем, вот эти два типа, скажем, скоро будет третий, когда на хорошие две камеры, будет в студии у меня, ну, там, записи делаться, и вот нужно будет монтировать, соединять, выкладывать на ютуб, картинки, все такое, вот мне нужен такой помощник еще, и мне нужен, но это человек, конечно, может быть в любом городе страны, дистанционно решается, а вот человек мне один нужен в городе Пскове, вот именно в Пскове, потому что записи будут там, отчасть записей, и если какой-то есть профессионал с телевидения местного, или хорошо знающий, вообще работал с камерами, техникой, звуком, светом, то такой помощник мне нужен, ну, и кто монтировать, так сказать, соответственно, этот человек умеет наверняка, вот такой мне нужен, пока один, вот такой помощник, именно в городе, в Пскове, а, значит, вот, по ютубу, это просто пишите, пожалуйста, можете под это видео даже, но лучше на почту мою, найдете легко на любом сайте, напишите просто на сайт, ко мне, ну, ну, там почта есть, найдете, и мне письмо дойдет, идем далее, некоторые исследования показывают, что употребление кофе без кофеина, есть такое, типа, ну, люди, я просто в шоке, думают, самое вредное в кофе кофеин, и, ну, на мозги миллионов людей в мире это действует, и кофейная мафия решила сделать кофе без кофеина, а, я вообще в шоке, там дело-то в другом, вы лучше про акриламид побеспокоились, и про другие канцерогены, которые никто никуда не девает, и деть не может, и это один из путей к раку, причин рака много, но один из них это кофе, так вот, кофе без кофеина, и вот человек написал, правда ли, что употребление кофе без кофеина, вызывает рак поджелудочный, а есть такая информация, предполагают, что обработка кофе без кофеина, может привести к образованию вредных веществ, которые могут повлиять на здоровье поджелудочное, да, это действительно может быть, так, идем далее, спасибо большое за новое видео в этой рубрике, Юрий Андреевич, если будет возможность, то обязательно делайте разборы фильмов, мы с удовольствием будем смотреть и участвовать в обсуждении, к сожалению, даже в советском кинематографе, очень много пропаганды алкоголя, да, да, с 50-х годов, да, табакокурение, но это было и раньше, никто не думал, что табак это вредно, и, вы знаете, даже в самолетах курили раньше, представляете, не то, что там в кафе, а в самолетах, табакокурение, и даже разврат встречался, это я сразу скажу, только там с 70-х годов, и, конечно, уже конкретно с 80-х, со второй половины, да, уж насколько я люблю 17 мгновений весны, но зачем же Штирлицу, в принципе, надо было курить, да еще так часто, плюс алкоголь, абсолютно верно, ну, абсолютно верно, это, конечно, паскудство, то, что вот, да, и таких примеров очень много, еще раз благодарю вас за вашу работу, а вы знаете, я сразу вот расскажу фильм, я его обязательно одним из первых разберу, забыл название, это белорусский фильм 70-х годов, белорус фильм, там как раз про алкоголь, и так глубоко эту тему подняли, и даже процитировали, что ведь действительно Ленин говорил по поводу алкоголя, и когда одна гнида, оправдывающая алкоголь, сразу заткнулась, вообще фильм очень сильный, я вам потом вот прям с него, я может быть начну, и таких примеров много, еще раз благодарю вас за вашу работу, за нетерпение ко всякого рода мерзостям, несправедливостям, за борьбу с невежеством и хамством, и, конечно же, за вашу продукцию, так бывает больно от всего того, что происходит, просто сердце разрывается, и нервы не выдерживает, и у меня тоже, да, я посмотрю ваши лекции, ответы на вопросы, почитаю комментарии адекватных людей у вас под видео, и появляется опять надежда, что все обязательно наладится, и что здравомыслящих людей все же очень много, вы знаете, ну да, это такие избранные, можно сказать, люди, которые все-таки задержались у меня на канале, и даже сами заходят, вне зависимости от того, что YouTube блокирует мои видео, по сути, не дает им распространяться, и я очень прошу вас, пишите свои комментарии, во-первых, для того, чтобы другим людям, вот как этой женщине, очень, ну, это приятно видеть, и как это успокаивает, от безысходности какой-то, ну, мысли убирает, да, это полезно, это хорошо для всех нас, ну, для таких же людей, такого же склада, умомышления, и неравнодушных людей, ну, и, конечно, вы тем самым, как-то чуть-чуть, но продвинете просмотры моего видео, чем больше будет комментариев, скажем, поэтому пишите, не ленить, вот, а вот Надежду, вот, кто написал письмо, я благодарю, и я обязательно буду делать разборы этих видео, далее, подскажите, пожалуйста, как можно посчитать количество сахара в пище, может, есть в приложении какой калькулятор, ну, конечно, есть, какие-то калькуляторы в интернете, и есть калькуляторы, где, в каких продуктах, сколько, даже сами можете, если не найдете, ну, есть, я знаю, но вы можете сами сделать элементарно, находите в интернете, сколько сахара содержит, на 100 грамм продукта, тот или иной продукт, и считаете, если вы хотите, вот, накид в питании, правильное, чтобы не более 20, 30 грамм сахара, получаемого с пищей, съеденный в этот день, из всех продуктов, то вы легко сможете рассчитать, а очень подробно, я все это объясняю, алгоритмы, вот эти важные алгоритмы, в своем инфопродукте, конечно, платном, естественно, это инфо, 99% у меня бесплатной информации, я инфопродукты, несколько лет не делал, но вот есть такой номер 22, и вот там я его делал для людей, у кого самые такие серьезные проблемы, доброкачественные, злокачественные опухоли, вообще, кто хочет быть просто, там принципы алгоритма, как изменить кардинальный образ жизни, питание, мышление, чтобы быть здоровым человеком, чтобы стать им, чтобы убрать болезни, наряду с прочими мерами, медицинскими, в том числе, безусловно, это, ну, без этого все бесполезно, в долгосрочной перспективе, в общем, инфопродукт 22, ссылку на него оставлю, так, здравствуйте, ссылка на продукцию Исаева не открывается нигде, но как вы думаете, вот если это не носит масштаба большого, если ваше письмо подобное есть, а других нет, как вы думаете, это у вас проблема, или вообще это глобальная проблема, и правда не открывается, конечно открывается, но вы можете быть с Украины, или из Казахстана, например, там могут быть такие, ну, типа, не блокировки, а какие-то на российские сайты, может антивирус у вас блокирует, Касперского, например, думает, что наш сайт, это вот там, как это там, спам рекламы и так далее, такое бывает, в таком случае, как действовать, давайте я вас научу, набирайте в Яндексе, продукты от Фролова, сайт продукты от Фролова, на первом месте будет мой сайт, natgard.ru, нажимаете, попадаете, левая колонка такая, есть столбец, там есть разделы, и в данном случае, говоря о препаратах профессора Исаева, есть раздел, вот он препараты профессора Исаева, вы просто нажимаете, заходите туда вот таким манером, если что-то по ссылкам у вас почему-то не открывается, а если вы вообще на сайт зайти не можете, то есть, в Яндексе, допустим, или где-то в поисковике, видите наш сайт, нажимаете, зайти не можете, ну, это значит, у вас какие-то блокировки, и другой поставьте, советую я вам антивирус, либо как-то обойдите, или там вручную, что я принимаю условия, там да, что вы рискуете, принимайте смело, наш сайт и мои другие источники точно не содержат никаких вирусов, это я вам гарантирую. Следующее письмо, о Юрии Андреевич, Познер и Ургант, а я про них говорил как-то в одном видео, поэтому человек пишет, явные и открытые нелюбители, да враги просто, что там, России, они прямо раболепствуют перед Америкой, конечно, Ургант рассказывал, как в детстве, представляете, какое вот унижение, но он не понимает даже, что это унижение, достоинство, в детстве Ургант побывал в Америке, и обожал супермаркеты, запахом в шампунях, head and shoulders, а Познер так пытается показать свой акцент в языке, в речи, когда говорит по-русски, это мелочи, но достаточно послушать, что они оба говорят, вот именно, чтобы понять, как они, мягко говоря, не любят Россию, естественно, ну же, понимаете, я вот чувствую такие вещи, когда человек о чем-то говорит, всю подноготную сразу, когда люди, большинство, почти никто не чувствует, я это всегда чувствую, и вижу, но я еще могу это объяснить и обосновать, какие акценты, говорят о том, что человек как относится к тому или иному объекту, там, не знаю, предмету, вещи, явлению, или государству, истории, культуре и так далее, и это однозначно, это враги явные, лютые, просто хитро замаскированные, особенно вот Ургант, Познер-то он, особенно раньше-то, так говорил-то ясно, и что он больше себя французом считает, чем русским, во Франции родился, так и понятно, что Россия для него просто заработок денег, и его тешение самолюбия, и его разрушительная работа в отношении к России и народу, ну а теперь я вот посмотрел на часы, уже больше часа видео, слушайте, давайте я все-таки, самое вот правда важное, интересное, но все-таки в следующем своем видео ответы на вопросы, я просто зачитаю, только зачитаю, та дамочка, Ирина Бухтиярова, 8-9-13, ник ее, значит, я даже сделаю так, в следующем видео попрошу помощника, поставить, о чем у нас не была дискуссия, такая заочная, через форум в Ютубе, через ее письмо, она возмутилась тому, что я как-то сказал, что нехрен по заграницам шляться, и так далее, она там письмо накатала, что вы неужели не хотите, что ваши внуки, там в святом этом месте, мекки человечества прогрессивного в Голливуде, или там как она, в Диснейленде, повезти, показать вот эти прелести, эти, и так далее, и начала там лебезить либерально, ну я ей там очень хорошо ответил, я им прям поставлю цитату, и вот она тут уже пишет, хамство возведенное в принцип, но многим нравится это, народу нашему, темному и подлому, как она явно говорит, права была Пугачева, в чем? В том, что она с презрением плюнула в лицо народу, в том, что она сказала, что были там холопами, рабами останетесь, это мразь, ну я разберу это очень подробно, и далее она не успокоилась, и она еще тут написала письмецо, я после этого ее там, ну или после чего-то забанил уже, потому что невозможно, простите, дурочку из себя стоит, а что такое гомо Европы, я не в теме, она просто хотела, чтобы я это сказал, явно, прямо, а я скажу, конечно, она прекрасно понимает, что такое гомо Европы, и я приведу тут один еще даже такой пример, что, а при чем тут вроде бы канал, вот есть такой Александры Андерсон, ну русская женщина, вышла замуж в свое время за шведу, уехала в Швецию, и вот у нее такое видео появилось, я честно говоря знал, я вот клянусь, я когда видео старое ее смотрел, знал, что она с мужем своим, ну там уже было видно, что люди разные, есть вещи принципиальные, важнее каких-то вообще глупостей, типа обид личных, или там мнений каких-то, ну жизненные принципиальные позиции, вот, для нее есть свои принципы, и я знал, и вот у нее видео название, развод с привитым мужем, и дело там не в прививках даже, то есть название такое, там гораздо глубже, как раз про ЛГБТ и гомоценности, в том числе, ну я подробненько расскажу, а заодно вы пока посмотрите мое видео диктатуры политкорректности, да, и еще, тоже немножко расскажу, а скоро у меня выйдет видео, на канале, правда, совесть и подлость, само собой, которое не жалко, а видео будет называться так, конец Ксении Собчак, от блондинки в шоколаде, до кровавой барыни, где я, потому что, оказывается, недавно вышло видео по НТВ, про Ксению Собчак, где впервые, с телевидения Центрального канала, было показано все то, что почему-то ранее не было показано, видать, крепкая рука, как говорит, ну кто-то сейчас скажет, Путин ее из-за ее отца, да там и мамаша ее, конечно, имеет влияние определенное, но теперь все, все, она теперь уже не относится к числу неприкасаемых, что правильно, справедливо, хорошо, и я уже записал, на момент записи этого видео, видео, с таким названием, посмотрите потом на моем канале, совесть и подлость, когда это видео выйдет, я думаю, ссылку вам уже оставлю, потому что видео про Собчак, уже выйдет к этому моменту, ну а, как договорились, давайте про эту дамочку, либеральную, хитренькую такую, и до мозга и костей, прожженную такую западными ценностями, я прямо вот с этого начну следующие ответы на вопросы и предупрежу, что уберите с экранов детей подальше, честно, чтобы и для тех, кто тонкой душевной организации, кто только вырос на Чехове и вальцах Шуберта, допустим, и вот такие люди, не от мира сего, чтобы их бедный ум, слух, я не повредил, грубыми какими-то словами, так договоримся, да? Ну все, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, посылайте ссылочку на это видео своим друзьям, там близким, выкладывайте в интернете, где-то там в соцсетях, помогайте мне с распространением, ну и ссылки под видео, не забудьте перейти, посмотреть и посмотреть, в том числе, вот те или иные там товары, и вообще наш сайт, зайдите, поддержите, как говорится, и меня, и наши производства, и новые, и музеи будущие, если не в курсе, что за музеи, на моем канале «Жизнь на земле», посмотрите видео «Бросил Москву и построил город будущего в глубинке», ну и там про музеи, в частности, речь идет, вот, ну, поэтому, на этом, на сегодня все, до свидания.